Меня зовут Кулагин Влад, я студент Сумского национального аграрного университета на специальности землеустроения. Когда я поступил в аграрный университет, первая мысль была, которую я знал о аграрном, что здесь можно ездить за границу. Сначала начал искать. Была Германия, была информация о Австралии, была Америке. В международном отделе все доступно рассказали, чтобы не переживал, все помогут, все сделают. Ты только, главное, выполняй наши обязательства. Собрал документы. Сбор документов у меня забрал недолго, может месяц. Единственное, что мне нужно было подписать в деканате и решить проблему как. Если вы уже на 9 месяцев, значит нужно было брать АКДМ-отпуск. Поэтому я решил, сначала я закрою первую сессию зимнюю, а потом буду брать уже АКДМ-отпуск. Закрыл зимнюю сессию, потом нужно было подготовить еще один документ уже перед самым посольством. А посольство у меня было в феврале, если я не ошибаюсь. Нужна была справка с университета о том, что я изучаю английский язык. Я поступил на курс английского языка, до этого еще изучал английский. Получается, закончил не экстерном, это называется, а сдал экзамен раньше, чем вся группа. Получил этот сертификат и с этим сертификатом обратился уже в посольство американское. Касательно английского языка, я не могу сказать, что нужен прям сверхвысокий уровень, но базу ты должен знать, ты должен уметь разговаривать, ты должен понимать, потому что какое главное задание посла, когда он тебя проходит. Он должен понимать, что ты не потеряешься в этой Америке, что если тебе что-то нужно, ты сможешь объяснить, что ты знаешь американские права. Практика заключалась в уход за гольф-полями. В Америке, в Украине не сильно это развито, в Америке развито такой спорт, как гольф. Когда мы ехали, нам сначала объясняли, что вы будете стричь, просто удобрять, сильно много не рассказывали. Но когда мы уже оказались в самой Америке, у нас до этого еще была месяц практика, то есть ты приезжаешь в Америку, нас сначала отправили в Северную Каролину, то есть собрали всех ребят с Таиланда, Украина, Молдова. Нас собрали в одном месте, и мы месяц практиковались, то есть понимали, что такое гольф, как ухаживать за газоны, какие есть требования. Было каждый день разное задание. То ли ты косил какую-то большую площадь, там, где не нужно было большое мастерство, то есть ты косил грин, там нужна уже предельная внимательность. Но на грины отправляли тех ребят, которые уже, знаете, имели опыт, уже как-то они чувствовали, как правильно косить, потому что даже машины, вплоть до тех машин, которые мы использовали, не стоили по 10 тысяч долларов, понимаете? А их остановить не так легко. Их, чтобы остановить, нужно как-то приловчиться на опыте. Если ты не приловчился, неправильно что-то сделал, неправильно повернул, она просто уехала и сломалась, понимаете? Поэтому нужно было так вот со временем все. Нас тоже со временем подтягивали. Сначала косили супервайзер, супервайзер – это как менеджер, то есть есть директор, а есть менеджер, который ездит руководить тобой, иногда помогает подсказать. Сначала не косили, потом они брали по одному человеку, тактично подтягивали, так сказать, чтобы приходило понимание. Конечно, какие-то базы знаний понадобились, и много чего я еще узнал. То есть это была больше практика, она называлась Турфменеджмент. Это землеудобрение, наверное, вот так будет правильнее провести. Про удобрения много там узнал. Какие удобрения нужно наносить, зависимо от периода времени, то есть когда август, когда сентябрь. С Аграром у нас было 4 студента, нет, 5, прошу прощения, 5 студентов было, но 3 было выпускника. То есть эта практика называлась Интерншип. Туда можно было поехать уже даже когда ты закончил Аграрный университет. Вот ребята, которые закончили, тоже были. Америка была маленькая жизнь. Вот я там был 9 месяцев, я прожил как маленькую жизнь. Я понял, что я могу работать, что я могу быть вдали от дома 9 месяцев и работаю. Я понимаю, что я за что-то работаю. Конечно, если у меня будет возможность, я еще поеду в Америку. Я буду подавать документы. Я уже пробовал подавать документы в Америку, просто там не получится от того, что я приехал в декабре, а в феврале опять подал документы. Мне по сути сказали, что не в этом году, потому что я только вернулся. Конечно, буду подавать, буду смотреть. Возможно, я пойду в какую-то другую страну, потому что Америку я уже увидел, понимаете, с одной стороны. Мне там все понравилось, но я ее уже увидел. Возможно, я съезжу в Данию, возможно, в Австралию. Нужно посмотреть. Я молодой. Аграрный дает возможность, почему ее не использовать.